Отдача всего того, что вы имеете на уровне энергии или на уровне духа, другим живым существам. То есть, или как еще говорят, посвящение своих плодов практики другим. Да, через служение, конечно же. Как вы думаете, почему? То есть нужно Всевышнего видеть не только на иконе, которую в уголку повесила бабушка, почему-то повесила. Вот бабушка повесила, я продолжаю в этот же угол туда же служить, да? А именно Всевышнего искать в проявлениях вокруг. То есть в каждом человеке видеть Всевышнего в абсолютном смысле. Даже в той собаке, которая, сами знаете, почему стала собакой, даже в ней можно видеть Всевышнего. Типа того. Помните, мы с вами разговаривали о, вернее, говорили о том, что на глубоком уровне все мы являемся светом. Глубоко-глубоко. И даже вся ваша материальная оболочка, из чего вы сейчас состоите, это тоже временный фактор. Считается, тело человека за 15 лет полностью меняется на уровне молекул. То есть даже ваши кости за 15 лет полностью изменяются. Поэтому то, что было прахом, то, что являетесь вы, и то, что станет прахом, это переменная величина. Есть даже такая концепция, что мы состоим телами, ну, короче, люди, которые пытаются провести параллель о том, что вы кушаете, вы получаете энергию из тех прошлых, как бы, людей, животных, там, ну, что было, вы, как бы, их опыт въедаете в себя. Такая удивительная концепция, я улыбаюсь на нее, но тем не менее она существует. Короче, если вы можете оказывать другим людям определенные блага, постарайтесь это делать. Но те людям, которые на пути развития находятся, это до некоторой степени важно. Почему еще рекомендуется посвящать ту энергию, которую вы накопили, другим, как вы думаете? Ведь можно же тапас накопить побольше, да? И достойно уйти из этого мира. Будете сеять на горе и всем повелевать, вы там, я такой крутой, я вон сколько накопил, вы там, а ну быстро пошли направо, куда-куда, а ну налево теперь давайте. И вот вашим тапасом будете манипулировать. Унести тапас – это не есть разум. Есть еще более продвинутые концепции, когда души отказываются полностью от всего того тапаса, который они накопили. Как вы думаете, почему? А? Попадают в бурь, в божественные миры, где его тратят и спускать. Есть такая концепция, что те, кто алчит еще здесь и сейчас, они весь тапас все равно прожгут. Поэтому лучше его вложить в тех, кто будет развиваться. Тогда получается, вы пришли, ведь, ну хорошо, пример свой, почему, допустим, я занимаюсь йогой? Потому что точно так же в меня вкладывали энергию те учителя, у которых я учился. Кто-то одну энергию, кто-то другую, там, у кого-то я учился тому, чем можно учиться, у того и у кого-то я учился тому, как не надо себя вести, но я учился в любом случае. Это была их жизненная энергия. Но я бы сделал определенные выводы. Точно так же я вам передаю определенные знания. И наверняка у многих из вас тоже будут свои ученики, кому вы будете передавать эти знания. Отдавая те знания, которые у вас есть, или ту энергию, которая у вас, может быть, будет, на самом деле вы не потеряете ничего. Есть такая поговорка у казаков, что отдал, то твое, что оставил, то пропало. Слышали когда-нибудь? Нет? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...